здравствуйте в эфире программа о чем говорят сегодня много вспоминают и говорят о национальном проекте культура он имеет две главные цели прежде всего конечно сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной для российских граждан и для иностранных гостей это так коротко и второе раскрыть творческий потенциал людей дать им возможность продемонстрировать свои таланты и вот здесь особое значение приобретает та работа которая проходит в регионах причем не только в областной столице но и в малых городах районах губерний мой собеседник сегодня это заместитель главы городского округа октябрьск вероника блюдина здравствуйте большое спасибо что вы к нам пришли вот в принципе казенная фраза да но тем не менее я ее произнесу мы говорим о том что делается для улучшения качества культурной среды вот как то так а насколько я понимаю сейчас брошены все силы и федерального центра и регионального на то чтобы эта среда у нас улучшалась на самом деле вообще культурная среда это такое первоочередная задача наверное и органы местного самоуправления и региональной власти и власти всей страны почему потому что человека воспитывает все его окружающая действительность подъезд в котором он живет двор то учреждение куда он приходит каждый день на работу то есть культурная среда в целом вот как понять это не только инфраструктура хорошая дорога красивые здания но это еще та атмосфера та душа которая в этом пространстве живет образование культуры то что формирует личность я бы так сказал поэтому здесь то есть вот культурная среда в малом городе она конечно представлена понятно что общей окружающей окружающим миром как в котором человек живет в своем городе но и тем что интересного предлагают учреждения культуры та энергия самое главное вот сегодня есть такой тренд в общем-то это не моему заключение некоммерческим сектором подсказано что сегодня главная потребность даже не не только знание но энергии жизненные энергии которые отдают люди друг другу вот национальный проект культура которым начали говорить сегодня он очень мудро очень и своевременно обратил ему обращает внимание на маленький город на малый город потому что сегодня этот проект открывает нам возможность создавать культурную среду и у себя в территории где живет 27 тысяч человек мы сейчас про октябрь разговаривать принципе касается всех малых городов самарской области любого региона соглашусь ну и важно каким образом вот здесь вот говорить о говоря о культурной среде до понимать что же все таки культурная среда в таком понимании слова именно как учреждение культуры то есть сегодня национальный проект говорит нам и об учреждениях культур досуговых и о библиотеках о парках о театрах вот у нас например если вот мы уже начали да говорить про наш конкретно самый маленький город самарской области он у нас конечно представлен несколькими домами культуры и библиотеками и вот мы попробовали в рамках нацпроекта принять участие именно с модельными библиотеками нас очень заволновала и заинтересовала эта тема потому что ну я вот лично убеждена я думаю что тысячи людей со мной согласятся что что все таки читающий человек это человек думающий а нам сегодня на мой взгляд как раз не хватает думающего человека того который не просто принимает какую-то информацию а именно думает почему именно так сложилось обстать сложились обстоятельства который прогнозирует свою жизнь пытается размышлять и делать собственно иметь собственную заключение вот библиотеки это как раз та среда где учат человека думать мы соглашусь с вами вообще на на все сто потому что в наше то время ведь без библиотеки было никуда это сейчас они привыкли с этими гаджетами бегают что всю информацию в интернете можно найти и скачать любую книжку и почитать посмотреть но мне кажется вот этих вот книжных полок да очень сильно не хватает да но сегодняшний вот и в нацпроекте культуры это очень так ярко выражено что сегодня библиотеке нужно не просто навязать формировать да 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 навязать книги а именно сделать так чтобы молодому человеку было там интересное вот мы задумали библиотеку своем модернизировать таким образом чтобы там появился диалоговый центр белый дом и диалоговый центр диалог ребенка с ребенком диалог ребенка в семье диалог взрослого с ребенком диалог от человека с властью а диалог с книгой то есть такой ком суммы без 죄 dont I'm a creaturekannt место где они могут рот порассуждать посидеть поговорить поиграть получать уроки подготовиться к конференциям пообщаться это новая библиотека наражи будет у вас находиться в здании ДК «Культура», которая сейчас как раз реорганизуется. В весьма плачевном состоянии оно было. И год назад ситуация начала меняться. Вы знаете, на самом деле, это было просто... Мы сами, жители своего города, не верили. Понимая, какие масштабы нужно, какие средства вложить в то, чтобы этот Дом культуры преобразился. ДК «Волга», по-моему, у вас будет. ДК «Волга», старый был довольно-таки такой. Но у него есть такая особенность. Он очень интересные постройки, планировки. И он многофункциональный объект. То есть тот как раз ориентир, который сегодня ставится ориентир на семью. Чтобы в Дом культуры можно было прийти всей семьей. Там есть и спортивный зал, там будет и библиотека, там будет и выставочный зал. И там даже, возможно, будут различные направления дополнительного образования. Это то, что будет. Я сейчас хочу вспомнить, что было еще год назад. Да, тяжелый вздох. Получится у нас посмотреть, что было год назад, как раз накануне приезда губернатора. Глава региона отправился в Дом культуры, которого в плане визита не было. Этому ДК практически 30 лет. Капитальный ремонт здесь не проводили ни разу. Вот в таком состоянии класс хореографии. Здесь уже два года не проводят занятия. Основная проблема – крыша. Там, где еще можно находиться безопасно, занятия продолжаются. Вот, например, местный творческий коллектив. Он объединяет любителей музыки разного возраста. Ну, мы вот сегодня с главой города посмотрим все проблемы, посоветуемся и, конечно, будем помогать. Понятно, что такое ДК нельзя терять. На встрече с жителями города Дмитрий Азаров сообщил, работы по кровле начнут в этом году. Далее займутся ремонтом дворца в целом. Обновят и две школы. При формировании регионального бюджета на следующий год учтут еще ряд объектов. Вот, посмотрели, вспомнили просто, как оно было. Но, насколько я понимаю, за этот год ситуация кардинально изменилась. Да, но то, что было намечено, на самом деле выполнено. То есть отремонтировано кровью. Проведена замена системы отопления, системы водоснабжения. Заменены оконные конструкции. То есть, конечно, уже... Поэтому, наверное, мне уже трудно вспомнить, как это было. Ну, вот вам сейчас показали. Вообще, в принципе, хотите сделать из него такой досуговый центр. Да, ведь, насколько я понимаю, что важно, почему и губернатор заинтересовался, тем, что, несмотря на бегственное положение здания, люди туда из окрестных домов продолжали ходить, заниматься и с удовольствием причем. Да, объект расположен в таком достаточно густонаселенном микроне. 6 тысяч человек проживает. То есть и взрослые, и дети. То есть, решать их никак нельзя было. Ни в коем случае. На самом деле, это было бы не грамотным, неудрым решением. Да, конечно. Вот, поэтому... А давайте посмотрим, каким он должен стать. Я не знаю, получится у нас посмотреть или нет. Покажите нам, если получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательный на самом деле. Я понимаю, получается, вот этот вот проект, да, Дворца культуры. Что там еще раз должно быть? Ну, в целом, конечно, преобразится и фасад. Он станет ярким, современным, информативным. И все жители, даже проходящие мимо, они будут знать, что там есть. И первое, о чем они увидят, это то, что там есть библиотека. Современный вот такой диалоговый библиотечный центр. Кроме этого, спортивный зал, зал художественной гимнастики, гончарная мастерская. Мечтаем мы, что там появится и студия звукозаписи, потому что сегодня есть необходимость в такой услуге для нашей молодежи, и не только для молодежи на самом деле. Различные кружки творческие, и даже вот сейчас как раз обсуждаем создание именно там кванториума, для того, чтобы такое современное направление, как техническое творчество, развивалось там тоже. Вот так вот. Ну, а с библиотеками я вот себе даже выписал, и когда стали так вкусно и красиво про библиотеки говорить, вообще в стране задача приосносить 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. Это вот как раз, наверное, то, о чем вы говорите. Ну, и, конечно, вот отцифровать, я посмотрел, 48 тысяч книжных памятников для национальной электронной библиотеки. Да, модельный стандарт, он предполагает, первое, что нет никаких книгохранилищ, все книги находятся в доступе. Второе, это доступ ко всем электронным ресурсам, то есть к ресурсам российской государственной библиотеки, к ресурсам основных издательств для того, чтобы человек, находясь удаленно, от ресурса, да, библиотечного, большого, мог получить эту информацию, да. И плюс, конечно же, это, опять же, новый формат библиотеки и самого работника библиотеки, библиотекаря. Сегодня вот сама заявка конкурсная, это вообще здорово, что был конкурс, потому что это дает возможность нам тоже о себе заявить. И почему вот вы спросили, вот Дом культуры, давайте все-таки вернемся, как это было. Знаете, вот когда мы создавали этот проект, заявочные документы библиотеки, я увидела в итоге, когда пакет был сверстан, что мои сотрудники библиотеки, они уже работают в новой библиотеке. То есть этот сам процесс настолько и вдохновил, поэтому мы уже даже, нам сложно вспомнить, как было до этого. Глаза горят, да, вы именно это хотите сказать. На самом деле сегодня от библиотекарей требуется много. Та же энергия, знания, безусловно, готовность работать в диалоге с читателем, видеть, что он хочет. И организовать это пространство для него интересно, чтобы он туда хотел прийти раз, то есть чтобы ему было комфортно, чтобы его там ждали. Второе, чтобы было интересно, познавательно. То есть он мог получить любую информацию, которую он хочет сегодня получить. И самое главное, чтобы та информация, которая представлена, была опережала, была опережающей для него. То есть, возможно, он даже не подозревал, что ему это нужно. Именно направить должен библиотекарь суметь. Самое главное, что дети в библиотеке возвращаются, потому что не так давно на этом месте сидели представители областной детской и юношеской библиотеки. Я им задавал вопрос, а ходят ли? Они говорят, да вы что, вы придите и посмотрите. Ходят. Что отрадно-то? На самом деле поколение Z сегодня много изучается учеными, социологами. И говорит о том, что у нас не совсем верное представление о наших детях. Все-таки нельзя сказать, что сегодня наличие гаджетов не заменяет детям книгу. Хотят читать, интересуются. Ну, и сама книга сегодня такая яркая и интересная, благодаря, кстати, национальному проекту, тоже будет представлена в библиотеках. То есть, это будет постоянное пополнение фонда. Да, здесь очень разумная такая возложена ответственность на муниципалитеты. То есть, каждый муниципалитет, участвуя в национальном проекте, должен понимать и свою ответственность. То есть, что нужно будет ежегодно пополнять книжный фонд, причем достаточно в хорошем объеме, обеспечивать широкополосный интернет. То есть, это современные учреждения. Задачи ставятся довольно-таки серьезные. Вот самое главное, мы не сказали, в принципе, ведь, если говорить о бюджете, здесь рассчитывают не только на федеральный бюджет, но и в огромной степени на региональный. И на региональный, и на местный бюджет. И на местный бюджет. В принципе, вот к такой схеме финансирования мы давно привыкли, она вполне разумная. То есть, есть заинтересованность органа местного самоуправления, соответственно, есть поддержка субъекта, и есть поддержка федерального центра. Но национальный проект культуры, он не предполагает от такого прямого софинансирования местного бюджета. Но определенные задачи все равно для нас оставляет. Ну и вообще, конечно, сам конкурс для нас возможность. Вот просто я несколько в такой эйфории, как и мои коллеги, прибывают. Прибываем, потому что вот на прошлой неделе подвели итоги. И мы знаем, что 9 проектов библиотек Самарской области уже объявлены в числе победителей, в том числе вот 2 из Октябрьской. Это, конечно, для нас просто... Вот так вот. Семья, вас от всей души поздравляю. Спасибо вам большое, что пришли и поговорили. Я просто хочу еще раз вот эту вот мысль. На самом деле без культуры никуда. Вот. И то, что сейчас делается, и то, что вкладываются в это силы и средства, это дорогого стоит. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо вам.